Здравствуйте, мои дорогие! С вами на связи Викана. Меня часто спрашивают, кто я для него? Что я значу в его жизни? Давайте посмотрим, что нам сейчас покажет расклад. Кто вы? Что для него значат эти отношения? Как он видит вас? Итак, всё, что покажут карты, может у вас проиграться, может не проиграться, но вы можете такой расклад заказать лично для себя. Кем он видит вас? Мы видим Туз Пентакли. Туз Пентакли – это воплощение всех идеалов женщины, для мужчины, в одной женщине. Что это значит? Огонь, земля, вода и воздух, и высший дух. Пять грани в этом Тузе Пентакли. Это говорит о том, что женщина для него всё. И хорошая хозяйка, и красавица, и умная, начитанная, воспитанная. И во всех, во всех планах. Давайте я не буду их перечислять, во всех планах. Вы для него всё. И одновременно мы видим королеву жезлов. Та, которая управляет отношениями. Солнышко, не знаю, мешает вам, не мешает. Мне солнышко не мешает. Хорошее, солнечное такое время суток. Я думаю, что вам не помешает. Кстати, солнечная женщина, да, в этом плане, королева жезлов, огненная женщина, стоит на страже интересов, отношений. Даже больше берёт инициативу на себя. И ему это очень нравится, что она, женщина для него, деятельная такая, да. Даже такая, знаете, опора и надежда. Это самое лучшее, самое сильное энергетически, а мужчинам нравятся энергетически сильные женщины. Даже немножко какая-то такая колдунья, да. Может творить чудеса в кулинарии, в какой-то, да, прекрасно готовит, да. Может там договориться, где нужно, да. Он просто поражён искусствами, которыми обладает эта женщина, то есть вы. Она знает, как нужно себя вести. Она сдаёт тон отношениям. И мужчинам часто нравится. Инициатива женщин. Также я вижу в этом случае. Есть ли планы на вас? Вообще на продолжение отношений? Давайте посмотрим ещё. Сразу видим летящие жезлы. Конечно, планы есть. Вот они, планы. И очень много планов. И много задумок. «Моя женщина», — говорит рыцарь мечей. «Моя женщина, я её ревную, никому не дам в обиду». Это моя женщина, только моя. Никто не смеет и приближается к моей женщине. Иначе будет плохо. Защитник, да. Вот. У меня есть такая женщина, которая будет защищать. И буду её ревновать. Я ревную. Возможно, даже мужчина бывает крут. Да, словечко может вернуть. Может, как говорится, ревновать постоянно. Иногда некоторые мужчины даже доводят своих женщин до супления своими такими вот неподтверждёнными какими-то подозрениями. Вот. Энергичный, возможно, мужчина, да. Вот. Поэтому здесь эти планы есть. И он будет бороться с своей женщиной, за эти свои планы. Кого-то, может быть, мужчина сейчас добивается. Да. Завоёвывает. И также мы видим королева жезла, которая всегда показывает, что ты меня завоевал. Либо мужчина, который завоевал женщину, он, конечно, не захочет её отпустить, потому что мужчина вложился в женщину. Может быть, морально, материалами, денежно, по-всякому, да. Но когда завоёванная женщина, она намного интереснее, она лучше. Ни один мужчина, который завоевал женщину, её не бросит. Который потратил силы и какие-то ресурсы на эту женщину. Возможно, здесь было так. Дальше мы спрашиваем. Сейчас отношения его устраивают? Вот ещё раз подтверждаем вот это то, что мы видели. Он, может быть, ещё, как говорится, не решился, да. Ну, аркан повешенного показывает, что он уже решил, что это его женщина. Аркан повешенного — это длительные отношения. Возможно, как говорится, всё в этих отношениях бывает. Возможно, он упрямый человек, да. И, может быть, он видит отношения в каком-то своём ключе. И ведёт эти отношения в своём ключе. Потому что мы видим королеву Жезловой, который стоит на страже интересов. Который часто сопротивляется, спорит со своим мужчиной. И его это вводит в некий драйв. Ему это нравится. И он не готов покидать эти отношения, да. Видим аркан семьи. Может быть, сделает предложение. А может быть, он уже установился, как говорится, в своих каких-то решениях. Он будет жить с этой женщиной. Он будет развивать эти отношения. Он будет создавать семью. Возможно, кому-то кто-то сделает предложение. Мы видим чёткий аркан семьи, да. Я бы не сказала, что он что-то не решил. Аркан повешенный уже говорит, что он уже всё завис в этих отношениях. Пускай они, может быть, для вас кажутся какими-то неправильными. Но он будет упорно отставить свою точку зрения в этом. Это говорит о том, что твёрдости на мере не мужчины. Что он всё-таки решил эти отношения для себя. Ну и аркан семьи мы это видим, да. Ну и, в принципе, хорошая карта ещё. Что уж тут говорить. Туз, чаш мы видим. Так, солнышко. Ничего не видим, да. Туз, чаш мы видим здесь. Пожалуйста. Далеко идущие планы. Далеко идущие планы. Хорошие события ожидает эту пару в будущем. Вселенная дала согласие на эту пару, да. И вы находитесь под охраной. Эта пара находится под охраной ангелов-хранителей. Постоянно под наблюдением. Но чаши дают только положительные эмоции в этой паре, да. Дают только положительное будущее. Это, знаете, какой-то карт-бланш будет. Судьба нас какой-то карт-бланш. Она дала этой семье, этим отношениях, либо этой паре. Карт-бланш управляет своими отношениями без вмешательства других людей. И кто бы ни вмешивался, никто не сможет разрушить эту пару. Может быть, временные какие-то обстоятельства могут это сделать. Но, знаете, сильные ангелов-хранители этой пары. Очень сильные. Поэтому все, кто смотрит и кто надеется, что все-таки это произойдет, вы можете этот расклад использовать как установку, да. И поверить в то, что на самом деле. А вера — это самое главное. Если вы знаете, что у вас все будет прекрасно, что он будет рядом с вами, что вы будете рядом, что будете работать в отношениях, и все у вас будет прекрасно. Призовите своих ангелов-хранителей и скажите, будьте за нас, будьте с нами. Да будет так. Всего доброго, мои дорогие. Удачи вам. Вот такой сегодня получился расклад. За личным раскладом обращайтесь. Под видео всегда есть мои контакты. Удачи вам. Давай.